Здравствуйте все! Давненько мы с вами не виделись, а тем временем уже почти середина декабря. За это время у меня появилось несколько важных рукодельных новинок. И сегодня я хочу поподробнее рассказать вам о парочке из них. И первое это мой любимый органайзер. Я его укрепляю рядом с рабочим местом и очень удобно иметь все инструменты под рукой. Вот все которые нужны. И ножницы, и сантиметровая лента, и даже линейка для пэтчворка. Сзади есть секретный карман, где прячется как раз этот инструмент. Этот органайзер получился очень удобным в использовании. Мне очень нравится им пользоваться. А вторая штука пригодится мне немножко попозже. Это поворотный коврик для пэтчворка. Так как сегодня уже почти середина декабря, рукодельницы вовсю уже давно занимаются подготовкой к новому году. Я не исключение. Я решила сегодня показать вам, как сделать парочку елочных игрушек. Вот у меня колокольчик. Первая из них. Но чтобы эта игрушка принесла еще пользу, по этой же выкройке мы сделаем прихватку. Вот такая функциональная штучка получится. А еще я хотела обратить ваше внимание, что для елочной игрушки очень важно, чтобы она приносила радость, чтобы она блестела, сверкала и переливалась. Для текстильной игрушки лучше всего подходит парча, вот как у меня. Я даже внесла небольшую коррективу в выкройку, чтобы у меня было видно и лицевую сторону ткани, и изнаночную. Эту программу я хочу посвятить своей любимой тетке Валентине Николаевне Кириной. Когда-то эта парча была ее свадебным нарядом. Итак, любая текстильная штучка начинается с выкройки. И колокольчик наш не исключение. Для того, чтобы сделать елочную игрушку, вот такую, как у меня, я взяла окружность с диаметром 5 сантиметров. Но когда мы будем с вами конструировать прихватку, мне нужна будет окружность с диаметром 10 сантиметров, точнее половина этой окружности. Вот так она будет выглядеть. И немножко больше. Вот по этому диаметру нужно отступить еще один сантиметр, припуск на шов, чтобы был. Выкройка вот такая, а детали кроя совершенно замечательные. Естественно, на пару прихваток нам нужно будет две части, два полукруга для лицевой стороны и два полукруга для изнаночной стороны. И так как это прихватка, у меня вот такая вот часть, которая не даст обжечься рукам, из старого полотенца. А для того, чтобы елочная игрушка держала форму, вот как у меня, здесь я использовала самый плотный флизелин, который только можно найти. Это ломбрикеновый флизелин. Достаточно жесткий. Деталей кроя есть. Какова же методика изготовления вот этой дивной прихватки колокольчика. Ну и соответственно елочные игрушки. Нам нужно на лицевую сторону наложить вот эту вот прокладку, которая не дает обжечься рукам. Заметьте, она выкроена на сантиметр меньше. Можно заранее подготовить выкройку для нее. А для этого мне пригодится вот такой инструмент, который есть в моем органайзере, естественно. Это специальная линейка для припусков. Тоже очень удобная, раз уж я ей отвела карманчик на своем органайзере. После того, как мы сложили в правильном порядке детали, их нужно стачать. И обратите внимание, как это сделано. Вот строчка идет по самому-самому краешку уплотнителя, по самому краю, для того, чтобы аккуратно потом вывернулась деталь. Вот эту деталь, верха, соединенную с уплотнителем, по прямой стороне, по диаметру, я стачиваю сплошной строчкой, захватывая краешек полотенечка. Внутри, вот в этот шов, можно вточать петельку подвеса, а можно обойтись по-другому. Я чуть попозже расскажу, как. Петелька на месте, строчка проложена. А что же мы делаем с изнанкой? А вот здесь есть хитрость. Вот здесь в строчке есть разрыв. Он пригодится в дальнейшем для выворачивания. То есть вот это вот отверстие остается. И теперь, для того, чтобы собрать наш колокольчик, есть военная хитрость. Все швеи об этом знают. Для того, чтобы подкладка хорошо села в изделие, ее нужно чуть-чуть уменьшить относительно верхней части. Я этого не сделала сознательно, потом скажу почему. Итак, лицевая сторона верхней части. Вкладываю в нее внутрь лицевой стороной обратную часть. И мне нужно закрепить булавками по нижней стороне, по нижнему краю. Так, чтобы все аккуратненько совпало. И чтобы у меня детали не сдвинулись, здесь я применю тот прием, который очень любят лоскутницы. Один припуск я заложу в одну сторону, а второй припуск в другую сторону. Получится такой замочек, который поможет аккуратности работы. И вот после того, как все надежно закреплено, все булавочки на месте, по круглому, полукруглому краю я прокладываю строчку, стачиваю эти детали. Так как петельку мы вложили в шов, она смотрит немножко вбок. Если вы хотите, чтобы петелька смотрела вверх, чуть-чуть срежьте макушку, когда еще будете раскраивать только деталь. И вот вывернули. Естественно, следующим шагом нам нужно закрыть отверстие для выворачивания. Это мы сделаем потайным швом. И вот теперь расскажу, почему я не уменьшала деталь подкладки. Мне очень понравилось, как выглядит вот этот вот кантик. Очень жизнерадостно так. Прихватка с петелькой, а для елочной игрушки петельку я не втачивала. Когда уже у меня получился готовый конус, я провела шнурок серебристый для елочной игрушки, чтобы блестел и радовал, при помощи ленточной иглы. Оставила длинные хвостики, а на конце этих хвостиках привязала два бубенчика. Если вам не захочется вшивать петельку, ну бывает такое, или вы захотите, чтобы вот эта вот замечательная прихватка колокольчик выглядела просто как колокольчик. Для того, чтобы удобно было им пользоваться и для того, чтобы удобнее было его вешать, в продаже есть вот такие вот зажимы, которые могут помочь в этом случае. Раз и удобно вешать, удобно пользоваться. Чем необычна эта прихватка? Мы привыкли так, чтобы прихватка как рукавица надевалась на руку. Здесь другая история. Эту прихватку, наоборот, мы надеваем на крышку кастрюли или на ручку кастрюли, а сам колокольчик держим в руке. Мне очень нравится. И еще нравится, что у меня получилась не только полезная для хозяйства вещь, но еще и игрушка елочная. И вот я вам все рассказала про колокольчики, обещала рассказать о поворотном мате для пэтчворка, а до него разговор не дошел. Почему? А потому что при помощи вот этого вот поворотного мата я буду проводить осноровку других деталей, другой елочной игрушки, ну и другой прихватки, признаюсь по секрету. Вторая елочная игрушка выглядит не менее замечательно. Мне очень нравится, как получилось. Тоже блестящая парча, красная серединка. В моем детстве подобные игрушки называли прожектор. Очень здорово получилось. И по этому же принципу тоже можно сделать прихватку. Елочная игрушка радует нас несколько дней в году, а прихватка все-таки может радовать хозяйку на кухне подольше. Для того, чтобы получить такую красоту, нам понадобится побольше деталей кроя. Во-первых, петелька, если мы говорим о прихватке, и серебряный шнурок, если мы говорим о елочной игрушке. Петелька у меня длиной 10 сантиметров. Во-вторых, опять же, деталь, которая уплотнит изделие. Это старое полотенце. Совершенно замечательная, незаменимая в хозяйстве вещь старое полотенце. Потом нам нужно будет в данном случае квадрат какой-то темной или цветастой ткани, не маркой, как говорила моя бабушка, для обратной стороны. Размер вот этого квадрата в моем случае 18 сантиметров. И обратите внимание, что деталь для уплотнения на сантиметр меньше с каждого края. А для верха мне понадобится аж 4 квадрата. Тоже 18 на 18 сантиметров. Теперь я буду использовать настольную гладильную доску, которую мы с вами тоже делали вместе, и утюг. Каждую квадратную деталь верха я превращу в треугольник. То есть сложу по диагонали и заутюжу. Детали я подготовила. Что будем делать дальше? Дальше мне опять придет на помощь мой дивный органайзер. У меня здесь предусмотрен круглый карман для баночки, а в баночке живут волшебные зажимы. Они сейчас мне пригодятся. И обратите внимание, как я буду складывать вот эти получившиеся треугольники. Заутюженный изгиб, диагональ будет в центре. И контрастные детали я буду накладывать вот так. Первые две. И обязательно фиксирую, чтобы срезы совпадали. Срезы, уголки. Вот здесь очень важно, чтобы все было аккуратно. Первые две есть. Теперь я беру еще одну контрастную деталь. Накладываю так, чтобы у меня диагонали встречались и уголочки тоже совпадали. Для того, чтобы положить четвертую деталь, нам нужно вспомнить хитрый прием, которым мы закрываем коробки. Ну, как посылки коробки. Мне нужно, чтобы у меня было видно маленький желтый треугольник. Поэтому я его накладываю сверху одного зеленого и прячу под второй зеленый треугольник. Получается вот такая фигура интересная. И теперь я еще раз проверю совпадение всех сторон, всех уголков и зафиксирую зажимами. Получится вот так. Особенность этой детали в том, что она одинаково выглядит. Что с лицевой стороны условно, что с изнаночной стороны. И очень аккуратно проверять, все ли правильно сделано. Вот здесь у меня выступает зеленая полосочка. Я должна буду сейчас проверить, где ошибка. Чтобы все, видите, чтобы все стороны закрывали друг друга. Чтобы они все совпадали. Для того, чтобы моя работа была безупречной. Хотя это простенькая такая утилитарная вещь, прихватка. Но все равно мне хочется, чтобы она была безупречной. Я подготавливаю следующий этап. На котором, как и в первом случае, прокладываю строчку очень близко к краю уплотнителя. Прям очень близко, по самому краю. Получается вот так. У меня уплотнитель притачен к обратной стороне прихватки. На этом же этапе я в углу закрепляю петельку. Получается вот такая обратная сторона. А лицевая сторона тоже стачена по краю, по кругу. И теперь, естественно, мне нужно стачать обратную сторону прихватки с верхней стороной. И опять я это делаю непрерывной строчкой. Опять по кругу. Я срезала уголки, что предсказуемо. Но здесь возникает еще один нюанс. Здесь очень большие припуски на швы. Больше сантиметра даже. Мне это ни к чему. И вот теперь в игру вступает поворотный мат для петчворка. Он состоит из двух частей. Между собой они никак не скреплены. Нижняя часть имеет вот такую вот подложку, которая позволяет не скользить мату. А верхняя часть крутится. Один припуск срезали. А дальше поступаем вот так. Я деталь не трогаю, чтобы она не сдвинулась. Иногда, когда они еще не стачены между собой в петчворке, очень важно не тревожить лишний раз детали. Не сдвигать их относительно друг друга. И вот этот коврик помогает это сделать. Я провела осноровку вот этой детали. Лишнее срезала. И теперь мне нужно вывернуть будущую прихватку. Как это сделать? Из-за особенностей сборки это делается очень легко. У меня раскрывается центр. Из-за того, что центр никак не скреплен между собой, я просто выворачиваю вот таким образом прихватку. Теперь мне нужно аккуратно выправить уголки. Я сделаю это, опять же, легко и непринужденно при помощи своего волшебного органайзера, в котором у меня есть в том числе и китайская палочка для еды. На этом этапе деталь обязательно нужно приутюжить, для того, чтобы работа была безукоризненной. Вот что у меня получилось. А теперь снова обратите внимание на елочную игрушку. Из-за чего она называется прожектор? Вот из-за этого красного глаза, который, как я сказала, вместо обратной стороны прихватки. Но если я организую просвет в прихватке, если я заверну вот так вот эти треугольники, свои детали верха, то у меня будет видна махровая ткань. И это как-то не добавляет красоты прихватки моей. Что это такое? Внутренности видны. Для этого нам нужна секретная деталь. Еще один квадратик, который, ну, из какой-то красивой ткани, какой бы вам хотелось, чтобы была эта серединка. Вот эти отвороты нужно приутюжить потом, впоследствии. И аккуратно вставить вот этот вот еще один квадрат, закрывающий середину уплотнитель внутрь. И вот я полностью готова к последнему этапу. У меня осталось только отстрочить по краю свою прихватку, для того, чтобы зафиксировать квадратик ткани, который мы вложили внутрь для красоты, чтобы глазок вот этот вот обозначить. И вот теперь есть один нюанс. Вот эти отвороты можно отстрочить тоже через все слои прихватки. Но я решила этого не делать. Посмотрите, у меня отделочная строчка, и отстрочка получились такой ширины, что эти вот отвороты надежно закреплены. Видите, у меня строчка отходит от края на 2 см. Отвороты никуда не деваются. Почему я решила не делать строчку вот здесь? Мне очень нравится брать прихватку вот так, попадая внутрь пальцами. Тогда она точно надежно будет держаться на руке и никуда не денется. Мне нравится использовать так. Но кто любит плоские прихватки, простые, тот может отстрочить. Действуйте по своему разумению. Как же сделана елочная игрушка? Естественно, я очень четко по одной и той же выкройке сшила две детали, ну, условно говоря, две прихватки, и соединила их между собой по тайным швам, так, чтобы у меня был виден красный кантик между ними. И внутрь вложила немножко синтепона, чтобы игрушка получилась такая пухленькая, приятная на ощупь, как подушечка. Сегодня мы с вами славно поработали. В следующий раз мы обязательно продолжим подготовку к любимому празднику взрослых и детей. А пока, до свидания! Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду.